В 1960-х Том Фоггерти и его младший брат Джон Фоггерти создали музыкальную группу. Первоначально Том был фронтменом, и до передачи этой функции Джону к братьям присоединились музыканты Стю Кук и Ду Крассел, и в это время они перебирали разные названия групп, такие как Blue Velvetz и Golly Vox. Наконец, они остановились на Creedence Clearwater Revival. Группа стала мировой сенсацией, но ожесточенная вражда между Томом и Джоном привела к её распаду. К сожалению, братья так и не помирились до безвременной кончины Тома в возрасте 48 лет в 1990 году. Кончина Тома стала шоком для фанатов, особенно потому, что New York Times сообщила, что официальной причиной смерти была легочная недостаточность из-за туберкулеза – болезни, которую большинство людей связывают с XIX веком. Но позже была раскрыта полная правда – туберкулез Тома был осложнением вируса СПИДа, который, согласно Ultimate Classic Rock, Том приобрел в результате переливания зараженной крови во время операции на спине в 1980-х годах. В начале того десятилетия вируса иммунодефицита человека и синдром приобретенного иммунодефицита, также известные как ВИЧ и СПИД, проникли в Соединенные Штаты. Согласно данным книги, ВИЧ и переливание крови, анализ принятия кризисных решений, переливание крови стало основным каналом передачи вируса, в результате чего тысячи реципиентов крови были непреднамеренно инфицированы. К сожалению, Том Фоггерти был среди тех, кому переливали кровь в то время, когда практически не было лечения от ВИЧ или СПИДа. Тем не менее, несмотря на болезнь Тома, они с Джоном изо всех сил пытались оставить в стороне свою ожесточенную вражду, которая разлучила группу почти два десятилетия назад. К тому времени, когда группа в последний раз сменила название на Creedence Clearwater Revival, она добилась большого успеха – с 1968 по 1970 год. За эти годы четыре сингла попали в топ-5 из Billboard Hot 100, а три альбома – в топ-10 из Billboard 200. Но даже когда группа добилась массового успеха, направление её развития изменилось, и вокалистом группы стал Джон. Эго братьев столкнулось, и Том покинул группу в 1971 году, на пике её популярности. Группа полностью распалась в конце 1972 года. В последующие десятилетия после распада группы, братья и другие участники были втянуты в судебные процессы и разногласия. Джон Фоггерти написал в своей автобиографии «Удачливый сын, моя жизнь, моя музыка», что, по его мнению, Том выступил против него, присоединившись к остальной группе на стороне заклятого противника Джона, продюсера Соло Зэнса. Он сказал о Упай-радио, Джон сказал, что пытался помириться, навести в Тома незадолго до конца. Но даже в свои последние дни Том по-прежнему считал Зэнса своим лучшим другом, что вбило клин между братьями, который сохранился и после смерти. «Мне было грустно, что у Тома отняли его жизнь, и эта печаль смешалась со всеми другими эмоциями. Я был зол, что Сол испортил наши отношения. Том был невольной пешкой. Но всё это, конечно, ничего не значит для Тома, где бы он ни был сейчас» Далее Джон сказал, что пускай они не примирились при жизни, с тех пор он преодолел свой гнев и простил брату предполагаемое предательство. «Я люблю своего брата. Я любил дни, когда мы были семьей в детстве. Все разрешилось, и Том каким-то образом знает, что все в порядке, где бы он ни был» Если грусть Джона Фоггерти по поводу смерти его брата Тома была смешана с другими эмоциями, Том тоже испытывал смешанные чувства по поводу Джона. В интервью MTV в 1986 году Том сказал, что был впечатлен музыкальным талантом своего брата. «Я считаю, что у него был один из самых уникальных голосов. Мне приходилось подбадривать его и говорить, что у него ситуация как с Рэем Чарльзом Иваном Моррисоном. Он обладает голосом, который всем нравится. И я понятия не имел, что он продолжит писать такие замечательные песни. Так что думаю, что он великолепен» С учетом всего сказанного, Том сказал интервьюеру, что он даже не слушал принятый критиками камбэк-альбом своего брата 1985 года, Centerfield, потому что это было слишком болезненно из-за схожести альбома с их совместной работой в ККР. «Мне было трудно пережить это, так что в конечном итоге я так и не купил альбом, и никогда не слышал его» С точки зрения Джона, Том всегда завидовал его таланту, как и коллеги по ККР, Кук и Клиффорд. В 2000 году Джон сказал Guardian, «У меня очень смешанные чувства к моему брату, потому что было время, когда все было хорошо» Лучшее, что я могу сказать в случае с Томом, это то, что он был старшим братом, а младший брат оказался намного талантливее. Поэтому он ревновал даже в большей степени, чем другие члены Криденс Клирвотер Ревайвл. Один из них, Стю Кук, резюмировал всю трагическую ситуацию, сказав Guardian, «Это самая печальная история в жанре рока и одна из самых продолжительных глупых расприй» Посмотрите новые видео на нашем канале! К тому же скоро выйдут и другие ролики про ваших любимых музыкантов, так что подписывайтесь и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить ни единого видео!